Многими замечательными достижениями, ускоряющими технический прогресс, встречает советская наука 26-й съезд партии. Как известно, при производстве стали огнеупорная внутренняя облицовка печей, сделанная из шамотного кирпича, постепенно разрушается. И ее требуется регулярно заменять. И вот запланирована остановка агрегата. Шесть суток длится ремонт печи такого объема. Сотрудники Восточного научно-исследовательского и проектного института огнеупорной промышленности решили создать материал, в котором при нагреве не возникают, как в шамотном кирпиче, разрушительные силы, знакомые нам по житейскому опыту со стаканом и кипятком. Внутренние перенапряжения. Задуманное удалось осуществить. В этой установке на Богдановичском огнеупорном заводе под Свердловском струя пара распыляет расплав технического глинозема и кварцевого концентрата. И образуется материал, похожий на вату из камня. Его так и назвали высокоглиноземной ватой. Температура пламени газовой горелки около тысячи градусов, а рука не ощущает жара. Удивительный материал. Благодаря этой вате в печи не возникают внутренние напряжения при огромных перепадах температур, а уникальная теплонепроницаемость нового материала позволяет уменьшить массу облицовки в четыре раза. Ремонт занимает вместо шести суток шесть часов. Материал, созданный для металлургии, найдет применение всюду, где работают тепловые агрегаты, где трудовые коррективы изыскивают новые резервы интенсификации производства и экономии энергии.